Здравствуйте, мои дорогие садоводы и огородники, подписчики моего канала Дача Без Проблем. С вами я, Бабин Иван Васильевич, Арнон Садовод. Я уверен, что многие из вас сталкивались с такой проблемой. Вам очень хочется на своих участках посадить как можно больше разных деревьев, кустарников, разных сортов. Тем более сейчас очень много новинок появляется прекрасных. Но участки у большинства из вас небольшие, как говорится, не резиновые. И все разместить по всем правилам очень сложно. И вот я сейчас в этом ролике покажу вам выход из этого положения. Особенно хочу подчеркнуть тем, кто на своих участках хочет посадить разные сорта черешин, абрикосов, слив, которые самобесплодные или частично самоплодные. И сажать их в одном экземпляре нельзя, иначе они у вас будут расти, но не будут плодоносить. А как вот сделать, чтобы они и плодоносили, и место немного занимали, и чтобы было у вас большое разнообразие разных культур и сортов. Так вот, выход из положения есть. И на практике это уже подтверждено. Просто на участке деревья можно сажать парами вместе, как бы в одну яму, через там 50 или 70 сантиметров друг от друга. Но очень важно здесь, подчеркиваю, вы рядышком должны посадить обязательно два разных сорта, чтобы они друг друга в дальнейшем перепыляли. Так как ветки будут находиться близко друг к другу этих двух деревьев, то вероятность опыления будет очень хорошая, и они будут очень хорошо плодоносить. Единственный тот момент, вот лучше будет, конечно, если вы посадите эти два сорта еще и одного срока созревания. Конечно, многим захочется, наоборот, посадить разные по сроку созревания, чтобы подольше продлить период потребления свежих плодов. Это бы правильно. И это, в принципе, возможно. Но лучше будет, если будут расти одного срока созревания, это в дальнейшем удобнее будет вам защищать от вредителей и болезней. То есть проводить обработки средствами защиты. Многие из вас могут сейчас спросить, ну а как же они рядышком будут расти? Они же будут мешать друг другу. Ведь есть же специальные рекомендации, нормы оптимальные, расстояние между деревьями. И я всегда об этом подчеркиваю, говорю, что лучше деревья сажать 4 метра между рядами и 4 метра в ряду друг от друга. Но вот это правило посадки как исключение. Вы сажаете по два вместе, и они в дальнейшем из земли растут, ну каждый как бы своим стволом, а крона будет у них одна общая. Вы ее будете формировать как одно дерево, просто на двух стволах, как бы на двух ногах. Это не одно и то же, что кто опять кто-то сейчас может возразить, а может быть поближе просто посадить там через 2,5-3 метра. И таким образом можно деревья в побольше на участке разместить. Да, но вот в этом случае они будут расти отдельно, каждое само по себе дерево. Но они очень быстро сомкнутся, сплетутся, и вот там они будут мешать. Их сформировать как одно единое дерево у вас не получится. А вот когда они растут два вместе, то можно. И я вам сейчас покажу, как это сделать. Ну, начинаем формирование обрезку с первого года посадки. И если саженцы однолетние и не разветвленные, то их укорачиваем на высоте метр, чтобы стимулировать образование боковых веточек. Если вы сажаете черешню, абрикосы и вот о сливе сейчас речь пойдет, они, как правило, даже однолетние саженцы уже разветвленные. То есть сразу их начинаем формировать как одно дерево. Оставляем скелетные ветви, которые будут расходиться в разные стороны и не будут мешать друг другу. На них оставляем полускелетные. На полускелетных в дальнейшем будут расти ветки третьего порядка, четвертого. И формироваться букетные веточки и другие плодовые веточки, на которых будет формироваться весь урожай. Очень важно регулярно потом проводить обрезку. Делать ее нужно ежегодно. Дело в том, что сливы, склонные в первые годы, когда они начинают полоносить, они очень дают обильный урожай. Но на ветках часто закладывают только букетные веточки или плодовые почки. И после полоношения эти части веток оголяются. А с возрастом прирост однолетний становится все меньше, меньше, меньше. То есть зона полоношения постепенно уходит на концы веток. И происходит оголение веток. Плодов становится меньше по количеству и меньше по размеру, потому что деревья к этому моменту бывают сильно загущены. Поэтому нужно регулярно прореживать центр кроны, чтобы не загущался. И регулярно обрезая деревья, укорачивая переводом на боковые веточки, растущие вбок или вверх, чтобы крона была компактная. Ну а у кого деревья не подвергались регулярной обрезке, и вот сейчас находятся в загущенном состоянии, их обязательно нужно омолодить. Омолодить на трех-пятилетнюю древесину. Там, где были хорошие боковые побеги, хороший был прирост. Как определить возраст веток? Посмотрите в одном из моих роликов. Я там подробно показал и рассказал, как это сделать. И научиться этому очень важный момент. Вы в дальнейшем часто будете слышать советы, рекомендации провести омолаживание на трех-пяти или шестилетнюю древесину. Чтобы вы безошибочно могли определить возраст ветки и то место, где нужно веточку укоротить, перевести ее на другую, чтобы стимулировать рост, ветвление, закладку новых плодовых почек и обильный хороший урожай. Ну, на примере вот этих двух сельев, которые растут рядышком, и практика показывает, они не мешают друг другу, полноносят отлично и та, и другая. Ну, здесь есть некоторое загущение, и уже высота деревьев говорит о том, что пора ограничить рост их в высоту. Вот сейчас я покажу, как как бы исправить и навести порядок с этими деревьями. Начинаем обрезку традиционно, всегда, и деревьев, и кустов, вы это запомните правило и всегда его соблюдайте. Санитарные обрезки вырезаем все сломанные, больные, сухие ветки, если такие есть на дереве. Если нет, то дальше переводим на боковые, растущие вверх или в сторону веточки, сильно опустившиеся к земле под тяжестью урожая или просто неудачно были в свое время сформированы, чтобы они не мешали вам обслуживать в дальнейшем дерево. Вот ветка пошла сюда и трется об центральный проводник другого дерева, он уже на коре рана. И здесь они вот между собой переплетаются. Эта веточка терлась и получилась вот такая небольшая рана. Вот она, веточка вот, трется об эту ветку. И очень низко расположена вниз, почти до земли опускается. Она не нужна, вырезаем ее на кольцо. Если дерево, наоборот, компактное, как тополь примедальный, все ветки под острым углом и параллельно центральному проводнику растут вверх, вот там нужно переводить на боковые, растущие наружу. Острый угол и вертикально растет вверх, вовнутрь кроны, и она еще трется с рядом расположенной веткой. Поэтому эту веточку однозначно мы вырезаем совсем на кольцо. Вот с этой веточкой двумя способами можно поступить. Первое, сохранить ее всю, но отогнуть ее вот сюда, привязав к колышку, забитому в почву. И вот в этом месте свободном, где никаких веток больше нет, она будет продолжать дальше расти и хорошо полносить. Ну и если кто не захочет дополнительно колышки вбивать и растягивать ветки, то обрезкой, переводом на боковую веточку, растущую сюда, в эту сторону, наружу, вот таким образом укорачиваем ее, переводим вот на эту боковую ветку, уменьшаем наполовину. Ну вот это она будет расти сюда, в эту сторону и полносить. Вот эту часть, маленькую веточку, растущую вовнутрь, мы уберем совсем. При прореживании деревьев тоже старайтесь соблюдать такое правило. Я об этом постоянно говорю, когда мы речь ведем об обрезке. Лучше вырезать одну ветку покрупнее и тем самым решить проблему загущенности какого-то места конкретного дерева. Чем в этом же месте делать 15 или 20 мелких срезов. Срезов нанесете много, работы много, а эффекта должного вы можете не получить. Ну и когда деревья достигают высоты 3-3,5 метров, целесообразно ограничить их рост, высоту. Выбрать одну из веток, максимально горизонтально расположенную, и на нее срезать центральный проводник. Если таких веток, горизонтально расположенных или близко к прямому углу нет, то можно вырезать на любую ветку, но ее в свою очередь отогнуть, привязав к ниже расположенным веткам до горизонтального положения. Иначе она быстро займет место центрального проводника, и дерево снова начнет расти вверх. Ну и сразу хочу напомнить, вот откладывать обрезку полносящих деревьев до весны нет смысла, или советую этого не делать. А их можно обрезать вот сейчас, осенью, до наступления мороза в минус 10. А весной не забудьте, в конце мая, где-то в начале июня, около крупных срезов, и в том месте, где центральный проводник удалите, на ветках скелетных, расположенных более горизонтально, обязательно после обрезки у вас появятся волчки. И вот когда первые из них подрастут на 10-15 см, уделите внимание дереву минут 10-15, выломайте или вырежьте все эти волчки, и только что начавшие вырастать, которые там 5-10 мм будут иметь, таким образом, вы одной вот этой операции удалите практически все волчки, после этого они уже на дереве больше не отрастут. И дерево будет все лето осветленное, не загущенное, и даст вам хороший урожай. Ну вот, посмотрите, как у нас получилось, как выглядят эти два деревца после обрезки. Теперь они и дальше, не мешают друг другу, будут вместе рядышком растить, переопылять друг друга, и давать очень хороший урожай, потому что веточки, близко расположенные друг к другу, очень хорошо опыляются. Вот еще раз внимательно посмотреть, наглядный пример, как можно и площадь сэкономить на участке, и посадить большое разнообразие разных сортов и культур, сажая вот так вот по два деревца вместе. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал Дача Без Проблем, задавайте свои вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Всего вам хорошего, будьте здоровы и счастливы, и во всем вам огромных успехов! Субтитры сделал DimaTorzok